Здравствуйте! Знаете, как происходит горение? Вообще-то говоря, горение это процесс окислительно-восстановительный, правда? Вот у нас, например, газ на кухне горит на газовой плите. Вот поступает газ, CH4, это восстановитель. И окислитель воздуха, у нас он тут в атмосфере есть. И вот он соединяется, как он соединяется? Он смешивается, смешивается газ с воздухом и вступает в реакцию. Вот это появляется пламя. Это такая химическая реакция, вообще-то говоря, называется гомогенной. Все однородно перемешано. Когда горит, скажем, жидкое топливо, бензин, он ведь сначала испаряется. Да? Горит, испаряясь. Или испаряется он с капельки в момент горения. А вот как горит твердое топливо, это целое дело. Вот почему мы предпочитаем газовое, газообразное и жидкое топливо твердому. Самое хорошее твердое топливо, то есть, ну, твердое такое вот, которое вот не течет и не улетучивается. Это дрова. Это, так сказать, топливо, приготовленное самой природой. Дрова, древесина, имеет очень развитую внутреннюю поверхность, поры. И поэтому, когда мы его сжигаем в печи, происходит процесс, как говорит твердое тело, процесс сухой перегонки. Поверхность деревесины внутренняя очень большая. И на этой поверхности происходит сухая перегонка. Превращается вот это вот сухое топливо в газообразное. Вот. Испаряются, испаряются разные летучие вещества и сгорают, значит, вот в пламени. Так горят дрова. Быстро и весело. Самая трудно сгораемая часть дров – это уголь. Вот углю, чтобы сгореть, что древесному углю, что каменному углю, ему нужно быть очень сильно разогретым, прокаленным. Вот тогда через него идет поток воздуха, и в этом раскаленном угле воздух соединяется, кислород. Кислород воздуха соединяется с углем, и образуется угарный газ, СО, который горит этими веселыми голубыми язычками пламени. Все равно происходит газификация топлива. А вот когда печное отопление и паровозы еще были очень развиты, была очень такая обычная сцена. Истопник замачивает каменный уголь в воде. Машинист паровоза, помощник машиниста паровоза поливает уголь в тендере водой. Для чего? Вот оказывается, вода с углем – это замечательная смесь, которая помогает ему гореть. Вода соединяется с углеродом при высокой температуре, и что образуется? Образуется так называемый водяной газ – СО плюс H2. Водород прекрасно горит, и угарный газ прекрасно горит. Теперь, в наше время, насколько я о себе помню с детства, всегда нам говорили, у нефти осталось лет на 20-30. Ну, у угля, правда, лет на 300, может быть, на 500. А вот нефть скоро закончится. В принципе говоря, хотя детство мое далеко за 20 лет уже закончилось, а нефть все не кончается. Нет, кончилось. Та нефть, о которой говорили в моем детстве, кончилась. Вот эти вот тугие маслянистые фонтаны нефти, в основном уже это теперь не бьют. Теперь нефтяники добывают скважинную жидкость, в которой процентов 10, может быть, 20, может быть, меньше, чем 10% той самой нефти. А отделить для современных технологий эти проценты нефти от воды и нефтепродуктов – это легко, это они умеют. Понимаете, какой ужас-то? Вот. А скоро ее не будет, придет все-таки топить-то печи углем. Так вот, способ сжигания угля все время растет и развивается. Есть такой замечательный способ. Первый способ – это сжигание в так называемом кипящем слое. Вы представляете, вот уголь лежит, а снизу сильно продувается воздух. И вот этот уголь все время перемешивается, перемешиваются, между ними зазоры, и вот так вот сжигать. Сжигание в кипящем слое. Но гораздо более продуктивно делать следующее. И стираете уголь в порошок, в угольную пыль и вдуваете в камеру сгорания. Вдуваете в печь. И он там сгорает. Фактически это воздушная смесь. Кстати, Рудольф Дизель, свой первый Дизель, хотел построить именно, вдувая в цилиндр двигателя внутреннего сгорания, вот эту самую смесь пыли, угли с воздухом. Вот так вот. Так вот, самое замечательное – это так называемый гидро, как сказать-то. Ну, уголь смешанный с водой. Истолченный в мелкий порошок уголь смешивается с водой и подается в печь. В общем, углепроводы такие есть, так сказать, жидкостные даже, по несколько сотен километров. Вот за ним будущее. Всех благ вам, удачи, до свидания.